Здравствуйте, с вами мой влог Ничего Святого, с Сергеем Поярковым, тот художник, который может обидеть каждого. Друзья мои, я хотел бы сегодня поговорить о тех людях, которые врут, как дышат, которые несут бред и чушь так естественно, что ты просто диву даешься, как у них это получается. Я бы сегодня хотел скрестить ежа и ужа, коня и трепетную лань, а именно посмотреть на дуэт Давида Жвани и Снежаны Егоровой. Конечно, я начну со Снежаны Егоровой. Она успешно вышла на второе место в нашей стране по симптомам истерического климакса после Жени Черманенко. Ей бы еще какую-то должность в прошлом и наградной пистолет, и все системы, и все признаки системной климактерической истерики у нее были бы просто налицо, и Женя бы, наконец, переместился, Червонец, на второе место, потому что он первое держит уже много лет на всех эфирах страны. Так вот, Снежана Егорова выдала свое интервью. Я бы начал с того, что она сказала, что она бы очень много хотела сделать для страны и даже мира. Снежана! Все! Единственное, что ты конструктивного могла сделать для мира, по большому счету, это не открывать свой вонючий рот. Мир надеялся, что ты затулишь свою гнилую хлеборезку, залепишь свое дуло и заткнешься. Но это единственное, чем ты могла обрадовать мир, к сожалению, у тебя уже не получилось. Все! Мир остался, Снежана, тобой навсегда не обрадованы. Теперь попунктно. Она, видите ли, заявила, что герои, которые воюют за Украину, которые отстаивают независимость нашей страны, по мнению Снежана Егоровой, это какие-то необразованные рагули из ограниченных селян. Снежана, вопрос же в том, дура ты набитая, что Василий Слепак из Парижской оперы приехал защищать Украину. Ты посмотри, где ты, рагулица махнарылая, а где солист Парижской оперы. Ты посмотри на Лину Костенко и на себя, и ты поймешь, дурошлепка, что тебе даже до высокого звания навозной мухи еще развиваться и развиваться. Ты гнидный, вонючий, опарыш. Все! Ты еще даже не насекомая! Короче, я реально понимаю, что когда эта дура несла весь этот возмутительный бред, она, во-первых, явно забыла о том, что на прямом канале, где она была ведущей, ее же зрители, зрители прямого канала, в моей программе, на вопрос, кого бы вы оставили в живых, если бы вас жизнь поставила перед таким выбором, Антона Мухарского или Снежану Егорову, 80% выбрали Мухарского, и только 20%. 20% зрителей канала, где Снежанна Егорова вела передачу с самым низким рейтингом из всех на тот момент, они выбрали именно Мухарского. То есть курс Мухарский-Егорова был приблизительно 1 к 4. То есть за 1 Мухарского зрители по курсу прямого канала добавили 4-х Егоровых. Я думаю, курс Егоровой продолжает падать относительно Мухарского, и поэтому она и бесится, и не может пережить Снежаночка. Я понимаю, солнце мое незакатное, что ты очень четко даешь себе отчет, что ни один патриот, что ни один мужик тебя по твоей гнусной роже не ударит. Но это только часть картин. Есть еще вторая, о которой ты не задумывалась. Я знаю двух очень красивых, очень мастерски работающих в своей области двух девочек из национального корпуса. Поверь мне, они богини рукопашного боя! Так вот они почитали твое интервью, и по их молчанию, ну, как бы я чуть-чуть психологически понимаю, есть люди, которые не говорят ничего, в отличие от тебя, вечно треплющаяся дура! Но только красноречиво они промолчали, я понял, что мужиков тебе, в плане получить похаре, точно опасаться не надо. И я хочу сказать, что я тоже прочитал интервью Егора, и я промолчал, потому что по великому рахунку вона каже то, что я думаю. Я хочу сказать, что я сам из ограниченных криворожан, ну, там я и нормальный, але я из ограниченных, да. Я криворогуль, поэтому, дорогая Снежаночка, я просто протащился от твоего интервью. Мне оно страшно, страшно понравилось, да. И поэтому, как только, да, мы будем снимать, да, кино, да, про девку из порнофильма, да, то мы первой предложим эту роль тебе. Ты заслужила, да, да, Ты заслужила во всех позах и в любом количестве, да. И, честно говоря, меня еще немножко поразил как-то вот Давид Жвания, который в последнее время опускается до уровня Снежаны Егоровой с каждым своим интервью. И вот мне кажется, что у них, когда читаешь то, что и смотришь то, что они несут, возникает какое-то ощущение, что они находятся в какой-то тайной связи. Возможно, между ними какой-то... Действительно, хотелось бы скрестить этих двух особей и посмотреть, что бы от них вот обоих могло произойти. Потому что это бы было какое-то, ну, совершенно невероятное существо. Потому что, когда я слышу, что говорит Жвания, он говорит, что, видите ли, Порошенко хотел захватить власть. И я так понимаю, главное обвинение Жвания, во-первых, ну, Порошенко изначально, конечно, был на тракторе, на котором вот по Банково ездили революционеры. Кстати, он единственный был на этом тракторе из всех потом, кто бегал на сцене политиков, но изначально его роль была далеко не самой существенной. То есть, его роль выросла уже к концу Майдана. Только к концу Майдана он уже вышел на вот эти лидирующие позиции. Вначале, но Давид Жвания просто не был. Он не был внутри процесса. Он, когда говорит, сразу понятно, что человек левый. И я так понимаю, что Давид Жвания уже, ну, скатился в своем мировосприятии и интеллекте до уровня Снежаны Егоровой, потому что главная это его претензия, по сути, по сути, главная претензия, что регионал Давид Жвания из власти вылетел, хотя он был власти и при Януковиче, и при Порошенко до Януковича, но Порошенко обратно во власть и все остальные не взяли Давида Жванию. И поэтому он несет бред, как последняя Снежана Егорова. И то, что он говорит абсурдно, по многим причинам, в частности, он говорит, что эти люди планировали захват власти, они планировали. Давид Жвания не видит, что власть, в которой он был, в которой был Давид Жвания, власть Януковича, украла миллиарды, десятки миллиардов. Давид Жвания не видит, что при нем, во власти, при во власти, когда был Давид Жвания, построил Янукович в Межегорье, но Снежана Егорова слепота, которая накрыла Давида Жванию, она категорически делает избирательным его зрение. Давид Жвания считает любую власть преступной, в которой Давид Жвания не может зарабатывать деньги через власть. Если власть не дает Давиду Жвания возможность зарабатывать деньги, значит, она с точки зрения Давида Жвания преступная. Если Снежана Егорова не чешет по стране корпоративами и не косит бабло, значит, такая власть для Снежаны Егоровой преступная. Так вот, я хочу сказать от имени миллионов украинских патриотов, что, ребята, нам категорически насрать на ваше мнение по поводу нас. Вы на нас никак не повлияете. У нас совершенно другие планы построения в этой стране развитого, гражданского, цивилизованного общества. То, что вы чувствуете вашими пупырчатыми задами приспособленцев при Януковиче, что вам в этой стране будет тяжело найти себе место, нас абсолютно не чешет. Идите лесом, ходите с хедрением матери на вашем любимом катере. Вас, если что-то не устраивает, то это не наше дело к вам прислушиваться. Нам абсолютно все равно, какую бургу вы несете в письменном, устном или любом другом виде. Поэтому, друзья, в понедельник, 24 числа мы все видимся на Дне Незалежности. Я уверен, что за нами не заржавеет. что за нами не заржавеет. Дне